ИМТ. Аббревиатура, знакомая каждому, кто следит за своим весом. Расшифровывается она как индекс массы тела, который рассчитывается, исходя из соотношения роста, веса, возраста и пола человека. Часто так бывает, что у россиян такой индекс завышен. Это свидетельствует о начале ожирения. На борьбу с тучностью, бичем современного общества, Ульяновский регион первым в стране подключился к японскому проекту RG-регион. В Японии очень большая продолжительность жизни. В отличие от России, и там количества людей с избытком массы тела ожирения мало. Также японцы любят рыбу, которую мы советуем в своей повседневной жизни употреблять как минимум три раза в неделю. Кроме правильного питания, основанного на белковой пище, еще в программе активно используют необходимое оборудование – весы, тонометр и трекер движения, которые бесплатно выдают участникам проекта от японских производителей. Положительная динамика не есть. Некоторые все почти похудели. Это от двух килограмм до восемнадцати. Это зависит от мотивации. Некоторые у них мотивация высокая. Это девять-десять палок. Кто хочет худеть и менять свой образ жизни. Но это даже любой результат худения на один-два килограмма – это результат положительный. Сергей Овчинников подключился к проекту в апреле текущего года. К середине июля его результат составляет минус пятнадцать килограмм. Мужчина сцептовал со ста пяти килограммов. До поставленной цели осталось сбросить всего пару кило. Эта программа мне понравилась в плане того, что она не заставляет тебя прямо как бы трепетно относиться к расписанию приема пищи, к определенному активности, образу жизни. Здесь врачи разъясняют, дословно разъясняют, помогают скорректировать меню, рацион пищи и, по большому счету, образ жизни. Курирующая пациента врач Олеся Владимировна результатами Сергея более чем довольна. Отмечу, что особенностью японского проекта по снижению веса, реализуемого на территории Ульяновской области, является не изнуряющее голодание и тотальное занятие спортом, а умеренная, но постоянная физическая активность в виде ходьбы в течение дня из-за обмена высокоуглеводных продуктов на белковую пищу, а также фиксация самоконтроля в специальном приложении «Ирджи-регион». Антон Никонов и Герман Баранов, Уллправда ТВ.